Разговор с заказчиком, автором книги, который мне прислал предложение к сотрудничеству. Но поскольку вот эта тема и подобное объяснение, это типовое стало за последнее время, я решил сделать из этого, так сказать, открытое письмо. Автор пишет примерно следующее. Олег Владимирович давно искал художника вашего уровня для того, чтобы помог мне оформить книгу. И далее он пишет, что у него книга на какую-то египетскую тему. Он мне предлагает предварительно, чтобы мы друг друга понимали, послушать лекцию какого-то профессора из МГУ про книжную графику. Потом он мне говорит, что у него есть какие-то эскизы, по которым я должен сделать оформление, точнее обложку книги, обложку, да. И что есть достаточно большой набор иллюстраций для книги разных. И вот я должен как-то помочь, а самое главное, я должен обложку нарисовать. При этом автор пишет, что он хочет обложку увидеть в технике маслом на холсте, поскольку ему это представляется объёмным. То есть объёмность в данном случае играет положительную роль. И вот картина маслом на холсте это вот то, что хочет наш заказчик. Всё это... А, и далее, когда я там послал ему для справки расценки Союза художников на оформление книжной графики 2001 года, есть такие расценки. Он как-то так ответил мне, что его эти таблички не интересуют, что напишите вашу цену и будем разговаривать. И пришлите мне эскизы. А уж понравится мне или не понравится, дальше будем работать. Ну, в общем-то, он достаточно цивилизованный мне прислал условия, что, мол, я готов оплачивать эскизы. Но, тем не менее, мне захотелось всё-таки более подробно объяснить свою позицию и найти взаимопонимание с автором, с писателем, который, ну, как я понимаю, самостоятельно хочет издать книгу. И вот, ниже приведённое видеообращение или видеописьмо, это мой типичный ответ уже многим на сегодняшний день подобным предложениям. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Вот так у меня рано начинается утро. Начало четвёртого. Я получил ваше вот тут следующее послание. Извините, если я буду многословным, но для меня вот эта работа, это общение, оно для меня важно. Это моя профессия, я в этом работал около 30 лет. И мне хочется как бы это делать хорошо и правильно. Но после того, как развалилось наше книжное издательство и вообще книгоиздательство, и вообще культура книгоиздательства, я постоянно сталкиваюсь с тем, что ко мне обращаются авторы. В то время как книжное издательство, и по вот этой вот упрощенной схеме, по которой вы предлагаете мне работать. Она мне как бы понятна, известна и чревата всякими разными сложностями. Поскольку автор-писатель это одно, а художник это другое, дизайнер это третье, художественный редактор это четвёртый, технический редактор это пятое, ещё есть главный редактор в издательстве. И всё это вот создаёт книгу. Мы выкидываем там все звенья, оставляем только писателя и художника. Так думает писатель. А для меня потом это всё выливается в то, что я потом вынужден работать и за дизайнера, и за художника, и за технического редактора, и за художественного редактора. Я не зря вам послал расценки, которые вы назвали таблицами, в которых вы не разбираетесь, но они как-то дают представление хотя бы о составе работы по книжному оформлению. Например, расценки сами по себе, они даже по нынешним временам, не то чтобы смешные, они справедливы даже по нынешним временам, несмотря на то, что они там 2001 года с учётом дефляции, инфляции и так далее. И там есть как раз все пункты, о которых можно говорить при разговоре об оформлении книги. Как правило, вот так получается, что для человека очень далёкого от художества это всё очень просто. Они мне приходят и говорят, это же очень просто. Это вам надо взять картинку, сделать и так далее. А для профессионала, как для меня, ну как, либо это меня хотят опустить очень низко, на уровень очень просто, либо в общем непросто, потому что даже те же эскизы и так далее. Ну ладно, я не буду вдаваться в подробности, я вам давайте буду говорить откровенно, я по первым фразам, я вот тут кофе буду пить и с вами разговаривать. По первым фразам просто понял, что вы далеки от этого, да, но вы уж меня извините, мне 65 лет, из них 30 лет я проработал в книгоиздательстве, больше, наверное. Я начал 25, первую книжку Афону. Вот. Поэтому я буду рассказывать то, как я это понимаю. А вы уж наберитесь терпения послушать. Вы меня же вот отослали к какому-то профессору из МГУ, который мне должен был научить, как оформлять книги, так что ли? Я сам 30 лет преподавал. И сам был профессором, по сути дела. Ну, доцентом, по крайней мере. Вот. Я сам готов рассказать. Давайте ближе, наверное, ближе, я боюсь, что я буду многословным. Короче говоря, как же это проще-то. Если вам нужна картинка на обложку, это одно. Если вам нужна моя помощь, моя лично, которого вы долго-долго искали, как вы пишете, да, и, наконец, нашли. Ну, может быть, вы нашли того человека, который вам поможет. Может, как художественный редактор или как художник. Потому что одно дело книгу оформлять, создавать образ книги, книгу, правильно, грамотно ее. Ну, то, что называют сегодня дизайном. Мне это слово очень не нравится. Дизайн – это немножко другое. Опять же, это неправильное применение терминов. Ну, так или иначе. Ну, близкое слово – дизайн, да. Вообще, это художественное редактирование называется. То есть, шрифты, расположение, выбор. А самое главное, на художественного редактора ложится стилистика книги. Вот то, что называется вкусом. Из книги грамотная, из безграмотная. Вот это делает художественный редактор. Это консультация. То есть, тут я сам руками уже ничего рисовать не обязан. Я могу только вам, как художественный редактор, сказать. Вот это надо, это не надо, это можно, это нельзя. Помогу выбрать. Но это работа, которая требует времени, да. Или я вам нужен, как художник, который вам нарисует картинку на обложку. А вы её уже сами там её как-то разместите. Я не буду вдаваться в подробности вообще. То ли она будет на обложку, то ли она будет внутрь, то ли она ещё куда-то будет. Что будет внутри книжки, как я понял, у вас уже там всё решено, да. Вы просто берёте мою картинку. Вам нужна моя картинка. То есть, я, как художник, вам её должен нарисовать. Вот поймите, что картинки бывают очень разные. Ну, вы это понимаете, да. Есть понятие. Вот для этого я вам послал так называемые таблицы, которые вы не захотели смотреть. Это сюжетная картина маслом. С персонажем, с пейзажем и так далее. Там своя цена. Это декоративная картинка, где всё стилизовано. Это отдельный раздел книжной графики. Это всё разная работа. Или художник-живописец, который красит маслом на холсте, как вы попросили. Это одна цена. Или это книжная графика. Это другая специфика и другая цена. И другая работа. Нам надо разобраться, что я вам должен. И в каком качестве вам нужно. Если вы пишете, я вам помочь должен, то это как художественный редактор. Консультации, да. Если я вам нужен как художник, который напишет именно картину по вашему сюжету, то я вам нужен действительно как художник-заказчику, который заказывает, сделает мне такую-то картину. Там другая цена совсем, да. Либо я вам нужен как художник-иллюстратор книжной графики. То есть тот, кто знает, как оформлять книгу, оформляет её, рисует обложку. Но тоже не вдаваясь в подробности, какой будет выбран шрифт, как это будет расположено. Ну, просто я вам рисую книжную графику. Но тогда я не как художник-живописец вам нужен. Я вам нужен тогда как художник-иллюстратор. Всё это разные вещи. Я не зря вообще, я не придираюсь. Дело в том, что мне надо понять вообще, как рисовать. То ли взять вот у меня холст, натянуть и начать создавать картину маслом, объёмную, как вы хотите. И тогда наплевать, так сказать, на книгу. Потому что в книге объёмная картина маслом – это нонсенс, да. Ну, хозяин-барин. Вот вы захотели там на обложку поместить картину маслом. Ну, ладно. При этом вы мне говорите, да, что ваша фамилия там и ваши регалии не важны. Ну, меня немножко, правда, это всё как бы тревожит, потому что для меня-то вам не важны мои регалии, а мне-то не важны. Вот. Если вы откроете любую книжку, посмотрите, то там два копирайта стоит. Художник, ну, вернее, первый сначала писатель, там, значок, да, а второй значок – это художник, автор. Мне отказываться от авторства глупо, ну, по многим причинам, там, начиная с авторского права и заканчивая тем, что я, как член Союза художников России, какой-никакой, да, и профессионал в этой области, я заинтересован издавать свои тоже работы, то есть, где фамилия моя стоит. По крайней мере, мне надо отчитываться перед Союзом хотя бы за свою работу, вот, отчитываться по количеству, да, зачем я занимаю вот эту мастерскую 60 квадратных метров, да, у Союза арендую, вернее, они мне дают. То есть, из-за качества, то есть, я там, я должен работать как художник, все время работать в роли, знаете, так, мальчика, который там, ну, ты мне сделай, фамилию не обязательно делай так, это как-то, это как-то вот… Вот я вас поэтому отсылаю к художникам, которые стоят у Антея, ну, подойдите к ним, им, наверное, будет неважно, если вы им заплатите там, и посмотрите, кстати говоря, уровень цен, вот и все. Ну, не знаю я, мне хочется вам как-то это объяснить, у меня ностальгия по преподавательству, и рассказать немножко, чем отличается графика от живописи, чем книжная графика отличается от книг, от просто графики, от станковой, да, именно эти нюансы образуют понятие вкус, стиль и правильность. Вот если вы ко мне обратились за то, что, за тем, чтобы я сделал вам это все правильно, тогда, наверное, фамилия моя важна, да, и я буду настаивать, чтобы она стояла там в реквизитах. Если вы хотите, чтобы я, меня использовать в качестве, ну, как бы, моих рук, да, чтобы я вам покрасил что-то, то, что вы хотите, ну, это другое. Я, наверное, даже и не буду этим заниматься, ну, как-то у меня других задач, за заботой полно, но за большие деньги, как говорится, за ваши деньги любой каприз, ладно, если вы захотите, ну, давайте тогда говорить о картине, об эскизах, и не будем говорить о книге. Вот для вас это, как бы, или одно, или два, или одно целое. Либо картинка на обложку, либо книга, и картинка для книги, для меня это разная работа, или и то, и другое, то есть моя помощь по оформлению вашей книги. Это третий. Не знаю, долго, наверное, рассказываю, как еще может быть, но так или иначе, я вот сейчас посмотрю поисковику, видел, да, и последнее. Вы уже сразу про оплату. Давайте о порядке цен договоримся. Ну, как оплата, какая, я не знаю. Я могу пойти двумя путями, с противоположных сторон. Первое, скажите, сколько вы хотите заплатить, я вам сразу скажу, может быть, я сейчас зря время трачу, да. Если это в пределах тысячи, две, три, то, конечно, картину маслом я писать не буду за эти деньги. Давайте сразу о порядке цен. Я вам расценки послал, вы их не захотели смотреть. Там картина, сюжетная картина маслом, по расценкам 2001 года, стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Ну, смешно, да? Ну, вы же это захотели. Недавно мне был заказчик такой вот, вот картинка, Марк Алистер из Франции, но он русскоговорящий. Мы с ним вот примерно так же решали эти проблемы. Вот он как бы писать пишет, а книга издательства не имеет никакого отношения. Он мне сказал, хочу сцену охоты, чтобы там были медведи, там были охотники. Ну, вот он говорит, примерно как вот рисовали художники там в девятнадцатом веке. Я говорю, ну, давайте возьмем известную сцену охоты и используем ее, в конце концов. Я вам как дизайнер помогу эту картинку вставить в книгу. Хотя это дурной тон, брать живопись и вставлять в обложку. Это дурной тон. Ну, я могу это сделать. Как дизайнер я не претендую там, чтобы моя фамилия стояла. Я вам это более-менее грамотно сделаю. Он говорит, нет, мне надо, чтобы по моему сюжету, вот именно моя собака, вот мой медведь, мой лес, там все было мое, и чтобы вы это сделали авторски. Я говорю, извините, но вот Перов, три охотника сидят там, например, или, я не знаю, Репин, картины не ждали, да. Вы хотите такую, то есть сюжетную, серьезную картину, там, охоты настоящей, да еще маслом, да. Ну, как вы представляете, сколько это должно стоить? Вот в Третьяковке все подмесит картину Перова, да, маслом три охотника, там, или охотники на привале, там, или еще что-то такое подобное. Сколько эта картина стоит? Она даже по нашим, вот совершенно смешным сибирским провинциальным меркам, но я ей говорю, зайдите в магазин и посмотрите. Я вам просто порядок цен, опять же говорю, тюбик масла стоит 200 рублей, один тюбик, да. Одна кисточка стоит 200 рублей. Холст один квадратный метр стоит, по-моему, от 200 до 400 рублей квадратный метр. Ой, вру, тысячи там какие-то. Ну, то есть себестоимость, вот, себестоимость натянуть холст, загрунтовать туда-сюда стоит около пяти тысяч, если не больше. То, что там художники продают свои вот такие вот тюдики маслом, ну, они себе в обуток это делают, они просто иначе зарабатывать не могут. Вот, ну, так или иначе, ну, а если посмотреть готовые картины маслом, которые продаются в магазине, ну, посмотрите, натюрморт, вообще, как бы, безотносительный сюжет, да, то есть это проще. Даже в нашем магазине, ну, порядка 30 тысяч стоит. А если брать картину многофигурную, значит, ее надо и размер большой делать, да, если маслом, кисточки-то вот такие, да, маслом писать. Ну, то есть, вот, когда вы мне написали маслом и глубина, я понял, что, ну, мягко выражаясь, мы с вами по-разному понимаем книжное оформление. Сегодня даже фотографии вставляют. Ну, это неграмотно, это скоро уйдет, это мода. Просто люди дорвались, да, вот эти новые русские, дорвались до книгоиздательства и воротят там все, что хотят. На все на это есть четкие критерии, правила. Они не каприз, там, каких-то старых, таких вот, как я, художественных редакторов. Все это имеет свое обоснование. Я его могу сказать, но это получится целая лекция того же самого профессора вашего из МГУ. Ну, вот, почему именно книжная обложка не должна быть объемной, как вы хотите. Вот, когда она объемная, это дурной тон, потому что там, ну, там есть свои специфики, я ликбез сейчас проводить не буду. Книжная графика, есть отдельная такая тема, ну, не тема, а специальность, профессия. Этому учат отдельно в институте. Именно книжной графики. А живописи учат в другом институте, других художников. И когда какой-то там человек с улицы пытается свести эти две вещи в одно, то получается китч. То есть, когда берут живописную картину и вставляют ее в книгу в качестве иллюстрации, то получается вот то самое вот дурновкусие, которое сегодня мы и имеем повсеместно. Вот это вам моя помощь, бесплатная консультация. Вот, поэтому вам надо определиться, я вам нужен как все-таки знаток и художественный редактор, или как художник, чья фамилия вам безразлична, но который сделает так, как вам надо, за ваши деньги, по эскизу по вашему. Тогда мы должны определиться, или это книжная графика, или это холст масла, как художники на привале, ну, на египетскую тему. Или я вам нужен как дизайнер. Поэтому сейчас все идут более простым путем, и я вас понимаю, я вас пойму. Надо пойти к девочке, которая сидит в фирме и на компьютере, да, надо пойти к мальчику, которому сказать, нарисую, он вам нарисует, да, потом прийти к девочке, дать ей эту картинку, она ее ставит, и вы получите вот то, что сейчас, чем замусорен наш книжный рынок. Ну, вот так. Ну, это зато будет просто, ясно. Один сделает вам картинку, как вы хотите, другая вам ее просто там вставит в книжку. Для меня все сложнее. Ну, простите, для меня все сложнее. Ну, если совсем переводить язык на простой-простой-простой язык, как вы мне тут написали, напишите мне просто так, для всякого, вашу цену, а я не знаю, за что цена, цена-то за что. Опять же, картинку, я вот посмотрел на ваши эскизы, да, там ведь она из интернета, это же не авторская картинка. То есть, я вам должен найти картинку в интернете, или я вам должен нарисовать. Разница есть? Есть. Большая. Большая разница. Или мы с вами украдем картинку в интернете и ее переделаем. Или я сяду и изначально буду рисовать, начиная с эскизов. Дохлый номер посылать заказчику эскизы. Это мой опыт, это стопроцентный. Человек по эскизам совершенно не понимает, какая будет обложка. Я делал же это. Я рисую десяток эскизок, посылаю, глаза вытаращиваю. Это что такая будет? Я говорю, вы же эскиз спросили. Эскиз это совсем другое. Или вам нужен вариант? Потому что такая специфика у людей, у которых с изобразителем искусства нетренированные глаза, он эскиз воспринимает как окончательный вариант. Трудно очень людям. Не знаю, вы пишете, если вы план составите, хотя бы планчик на брус ставите, это же совершенно не говорит о конечном результате. Поэтому я вынужден под словом эскиз, я вынужден попадать в этот капкан и делать варианты. Каждый вариант полноценный. Я так уже, я привык, да, я заказчику делаю 3-4 варианта просто сразу. Эскизы делать бесполезно. Мне для начала надо хотя бы понять его вкус. Что он понимает под словом книжная обложка. Или это, или это, или это. Потом вопрос упирается, знаете, даже в такие смешные темы, как «А почему красная?» Я говорю, ну, я считаю, что там тема такая. Нет, я, говорит, хотел зелёную. Перекрасьте. Я, понимаете, в чём дело? Перекрасить картину в зелёный цвет. Либо можно сделать очень просто, взять в компьютер загнать, и там гамму поменять, всё зелёное поменяется. Либо, если это живопись, то там красное в зелёное просто так не превратишь. Там одно за другое цепляется. Всё сложнее. Всё сложнее. И я чувствую, что, наверное, не получится у нас с вами работы, потому что для вас всё просто. Ну вот, я вам объяснил своё понимание. И если вот переходить на язык, там, я плачу, а ты делаешь, я и говорю, если эта картина маслом, объёмная, сюжетная, многофигурная, то либо я отказываюсь от этой задачи, она не книжная, да, либо я вам создаю такую картину на тему, которую вы мне задаёте, вы мне расписываете, это будет стоить порядка 50 тысяч рублей. Такая картина, хо, так, да. Вы с ней делайте, что хотите. Ну, пусть она будет в пропорциях вашей книги, да. Но я же не могу её сделать вот такую вот. На холсте маслом. Реально? Я её должен делать. Ну вот, художники книжной графики работают вот на таком формате. Какими материалами? Очень разными. Ну, всю жизнь были графические материалы. Ну, и я опять же о специфике не хочу рассказывать, чтобы дурной тон делать объёмную картинку для книги. Там своя стилистика. Если вам нужна обложка, объёмная, чёрт. Действительно, мне надо будет от фамилии отказываться. А я не очень хочу. Я хочу. Мне не стыдно за мои регалии. Ну, решайте. Не знаю, чем вам помочь. Ну, действительно, я готов помочь, да. Ну, самый простой путь, который я вот предлагал тогда. Ну, вы найдите картинку. У вас же всё под руками. Вот всё. В гугле набираешь, там, пишешь сюжет Египет, то да сё. Вам выпадает миллион картинок. Вы выбираете ту, которая вам нужна. Не я выбираю. По принципу, там, пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. А вы же хозяин своего видения этой книги, да. Выберите ту картинку, которую надо. Обратитесь к дизайнеру и скажите, вот есть картинка, грамотно мне её ставьте в книгу. С двумя условиями, чтобы её не узнал предыдущий автор. Стремно же, да, воровать из интернета чужие картинки. Либо сделаем это так, чтобы это как бы вот, ну, как я сказал, а, не помню, говорил, нет. Ну, можно взять, например, Сальвадора Дали картину, сделать из неё обложку. В реквизитах можно указать, что использована работа Сальвадора Дали. Мы убиваем трёх зайцев там, да, от авторства, в общем-то, избавляемся. Я не думаю, что там родственники Сальвадора Дали будут по авторским правам преследовать. Но зато это полноценная какая-то работа, известная, она использована. Ну, вот этим занимается художественный редактор, дизайнер. Вот. И оформляется книга соответствующим образом. Ну, это вот одна работа, да. Рисовать отдельную иллюстрацию – это другая работа. Рисовать картину на тему, заданную вами – это третья работа. Цены сложные. Я вам послал про сценки, вы их не захотели смотреть. Вы хотите, чтобы я вам назвал цену. Короче, моя цена, условно говоря, от 1000 рублей до 100. С пределах ваших капризов. Всё. Ну всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...